Здравствуйте, меня зовут Фёдор Красюк, я рад приветствовать вас на своём канале. И в этот замечательный день мы снимем урок, который будет посвящён элементу под названием Выход Принца. Базой для Выхода Принца послужит ранее изученный офицерский выход, а именно, как я говорил, начальное его положение – флажок. Флажок также будет являться базой для последующих выходов, которые будут представлены в следующих обучалках. Давайте рассмотрим само исполнение элемента. В идеале Выход Принца делается с двух нижних хватов. То есть, Вы берёте с двумя нижними хватами, это не бабский хват, как многие говорят, это нижний. Поворачиваете и проворачиваете плечи, то есть, практически полностью, то есть, свободно стоите на земле, я не знаю, как Вам удобнее. И потом, за счёт силы, доводите себя до флажка, который является начальным положением. И потом уже поставляете вторую руку и выходите на гриф. Если у Вас не получается исполнять элемент с двух нижних хватов, то я рекомендую использовать смешанный хват. То есть, одна рука, на которую Вы ставите флажок, она у Вас так и остаётся на нижнем хвате, а вторая рука Вы берётесь верхним хватом. Почему же именно верхний хват? Дело в том, что когда Вы будете поднимать себя, та рука, которая будет у Вас в верхнем хвате, поможет Вам поднять Ваше тело до грифа тунника, на котором впоследствии Вы сможете установить флажок. Выход принца исполняется за счёт силы. И если Вы не владеете стабильно офицерским выходом, который является базовым, но Вы, конечно, можете пробовать исполнять выход принца, Вам никто не запрещает. Вот есть там читеры, которые за счёт рывков это делают. Но для того, чтобы его стабильно делать, Вам всё-таки нужно иметь определённую физическую форму, которую Вы можете улучшать за счёт подтягиваний, отжиманий в офицерском хвате и прочих упражнений на силу. Часто турникмены, начинающие особенно, путают выход принца и испанский выход. Это вполне объясниво, так как они похожи при своём исполнении. Но сейчас я всё-таки покажу, чем эти два выхода отличаются, чтобы в дальнейшем Вы их не путали. То есть испанский выход, Вы моментально пролетаете, а выход принца Вы берётесь и с полным опусканием потом выходите. То есть именно из-за схожего исполнения, то есть пронося ноги и выходя на гриф, некоторые путают эти элементы. Давайте обобщим информацию о выходе принца. Первое. Выход принца делается за счёт Вашей силы. Второе. Он не испанский. Третье. Он делается с полным опусканием Вашей нижней части. Четвёртое. Он делается с двух нижних или же со смешанного хвата. На этом всё. Тренируйтесь, качайтесь, подписывайтесь, как всегда, на новые видео. С Вами был Фёдор Красюк. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok